Я представляю здесь отдел по работе с народным программным фондом, который является основным исполнителем в этом проекте. И хочу представить вашему вниманию небольшую, ну буквально несколько минут, наш опыт в работе с иностранцами, именно по приему их на нашей территории по оплате и к российским технологиям. Буквально пару слайдов про наш университет, мы национальный директорский университет, по которому уже здесь было целая интересная презентация. Мы первый технический университет с Урала, основан 115 лет назад, в этом месяце, маленькая часть, 15-летие. И здесь такая любимая нами цитата, когда из-за меня как-то из выдержки, что 5 марта я исключил финансирование на кровеносец и отдал его на создание Донско-технологического института. Вот любимая шутка, так вот, именно поэтому мы проиграли в Узко-японском мэре 1-го, но у нас там было меньше. Это как бы наш вклад в истории. Ну это все жутки, конечно. А поскольку мы были первым техническим вузом, то огромное количество вузов, в 10 университетах технических, на территории 1-го участия в Восточной, являются нашими лучшими дочками, это наш факультет, пляжа. И даже к рождению МИСИСа мы приложили глупую руку, потому что один из наших выпускников и наших деканов было неизвестное в МИСИСу. В 1997 году мы были включены в список объектов социального наследия Российской Федерации и модельные наши цифры, которые нашим студентам и преподавателям нашей программы. Интернация закончена. У нас несколько специфическая ситуация под нашими другими университетами. До октября, до сентября прошлого года мы не имели право принимать на основные граждане на работу в нашем университете, поскольку составы университета входят ядерные ядеры. И это полностью блокировало подобные даже попытки, чтобы сделать. Единственное, кто к нам приезжал, это те, кто пока в Горгородской лекции читали, на которые проводились семинары и так далее. И вот это, значит, подпись у себя. Прошлого года было отдельное специальное постановление правительства о том, что Томский политический университет и люди получили право приезжать странно-гражданную работу. Потом к нам было выиграно по 220-х постановление. У нас получилась эта схема, которую вы уже видели, и на ней я ввела тех, кто ученых, которые являются нашими, и мы вместе расположили нашим университетом. Это профессор из Германии и профессор из Исландии. Вот они здесь на слайде. Это Хадсон Михаил Грюнов, который представляет философом Компера, и господин Сиктусон, который признан лучшим ученым из Исландии. И мы сейчас находимся в стадии создания двух лабораторий на базе нашего университета. То есть все, что детально вам было представлено уже в предыдущей презентации по 200-х, он полностью соответствует тому опыту, который мы получили в рамках создания этих профилактик трудностей. Все остальное, все то же самое, и на них, в основном, это не стоит. Хочу показать вам некий новый пример, который здесь не обсуждался, пока в этом уголоке там не есть. Может быть, эти примеры. Начиная с осени прошлого года и заканчивая сегодняшним днем, было несколько выступлений как президента, так и премьер-министра, которые в народе были коротким таким термином, обназванные принуждения господин Сиктусон и Головацева, которые в итоге реализовались в том, что господин Сиктусон сотрудничество с академическими организациями, то есть университетами, некий тандем организовали и приглашают на работу. В университетах для совместной пользы работа на одну площадку, как университет, так и в господинской корпорации, иностранных специалистов. Причем те специалисты, которые необходимы, выделяются именно не университетам, как в нашем случае, а они подсказаны именно теми, которые работают в господинском корпорации. Они показали, кто будет интересен, кто будет важен для совместной реализации социализированной инициативой. Вот здесь пару цитатов я привела, на основании которых, вот в первом случае, уродное имя, все это важно, поскольку не существует какого-то как-либо постановления на эту тему, а мы основываемся на рассказании первых лиц, вот сотрудничество с корпорацией позволит нашим исследователям приобретать современное оборудование, совершенствовать методики, экспериментальную базу, и их нужно приглашать на работу за границей и градить на эту деньги. Вот наш опыт. Господин Диркер Вакин из Бельгии, ведущий специалист в области разработки и сопровождения проекта по технологии полимеров. Позиция в университете, контракт уже подписан, контракт подписан на 3 года и подписан в апреле месяце. В июне, в начале июня, господин Диркер Вакин приступит к работе. Совместно наш университет эту инициативу реализует с компанией МИОС. Это научная цена, так называемая дочка СИГУРа, по технической технологии, по химической технологии. Вот короткая информация про СИГУР, что я себе представляю. Я думаю, что СИГУРа нет, вот здесь, в этом будет часть. Вот этот МИОС, как он занимает позицию, занимается логистикой и обеспечением производства. Задача Дирка Мирваки на ЭДМОДА, подписанного контракта, состоит в том, что он будет заниматься комменциализацией разработок, в первую очередь. То, в чем есть недостаток. И обеспечение киевской коммерческой коммерческой способности, то, что ставится по СИГУР, а как основной в реалитете. Вот партнеры и компанией МИОС в области много. В первую очередь, форма контракта, которую мы предложили записать иностранцу, она, естественно, очень отличается от того, что будет в какой-либо стране. У нас человек достаточно много, где проводят как минимум в 8-10 странах, в свое время, это очень крупные компании, видят разные контракты, но здесь вот так вот, ой, где затормозился вообще, скажем прямо. Поскольку принимался на работу в университет, зарплата определенная была названа, которую мы плачем в первую очередь партнером промышленным, но показать мы там можем, естественно, в университетской зарплаты, который составляет 3,9 тысячи рублей. Мы нашли к официанту, в общем, это было уже было объяснение, потому что всему нужно было понять, как это сделать правильно, чтобы это претворяло наш закон, и было ему понятно. В общем, все очень здорово и интересно, в первую очередь. Второе, то, с чем он, в первую очередь, столкнулся, это трудности к получению визы. Он у нас не в Брюсселе проживает, а в городе недалеко от Брюсселе, поэтому он, так, как за каждую визу ездил, поскольку были 3 визита предварительных, то, с чем подписали контракт, для применения, приглядывания, присматривания и так далее. В этом 3 раза городе мы съедали нам сначала до контракта, и каждый раз получение визы сопровождалось минимум от 3 до 5 поездов на Брюсселе, мы стояли не очень, не достоялся, в итоге не достоялся, медсерапорта какую-то запятую не поставили, в общем, уже предвидительно варить с Азаровой, которая тоже нацелена на то, чтобы получить результат, поскольку такие герои встречаются ведь не только российскому, но и европейскому. В итоге, как было часто, эти визы приезжают. Вторая была, следующая сложность была, когда он приехал, этот комбюрок надо оплатить, поскольку мы же его позвали туда, и опять же, российская докладательство нам показало очень много препятствий, все делается не благодаря, а вопреки. Все результаты достигаются именно вопреки. Но еще одна была очень занятная процедура, это процесс перевода документов на русский язык, которые должны были быть заявлены нашим посольством, документы, например, на фламандском языке, они должны были пройти в срок для того, чтобы отправить воздействие в Москву. В общем, все это содерживалось, и я даже не знаю, документы отправлены, это понравится ли им, понравится ли им, что будет в таком предвиду, если бы не такой мошеннагурский пролив, но все-таки как основные европейские языки. Следующее – это ситуация с пенсионным фондом. То есть вы знаете, когда европейцы работают в другой стране, вы своей родной, есть, мы уже договор называемый, не так правильно это назвать, взаимозачеты проработанного времени в одной стране и в другой, для того, чтобы потом была суммарная пенсия и выклачность по окончании рабочего периода. В нашем пенсионном фонде такой договоренности нет, и это та ситуация, в которой мы еще не разрешили, но сейчас мы думаем, как это сделать, потому что мы оформляем по российским правилам в российском пенсионном фонде, а как это будет дальше зачтелено, чем в итоге вы видите, мы пока еще не знаем. То есть это вот то, что нас ожидают впереди. Та же самая ситуация с медицинской страховкой, потому что те правила медицинской страховки, которые понятны ему, они не очень понятны, то, что мы предлагаем ему в своем обязательном медицинском страховании, что он предприняется как и в медицинской организации, как и в декоративной ненавистке, в этот условий. В общем, то, что касается, как бы так, ежедневного пребывания, а его контракт как раз не по 4 месяца в году, а мы с ним подписываем контракт на 4 недели здесь, 2 недели не здесь, но 4 недели здесь и так далее. Сактически он будет почти все время проживать в России. Вот так пока то, что можно на эту тему обозначить, как некие, скажем так, точки припинания в реализации этой инициативы. И я надеюсь, что в следующий раз, когда мы, может быть, встречаться будем под таким коллегом составом, может быть, более расширенной, я смогу рассказать вам, чем это закончилось и какие много интересные моменты у нас проявились. Хочу, друзья, добавить, что сейчас вам будет еще один человек по этой схеме, который уже из Канады, но это меньше интересует наш проект, поскольку мы все-таки на Европейском Союзе, поэтому здесь, в этой презентации, я, например, стала проводить немножко другую схему. Пока у меня все. Спасибо вам за внимание. И какие-то вопросы я уже даю вам вопрос. Спасибо большое, Ольга. Единственное, у меня маленькие уточнения. То есть получается, что ученые занимаются на работу в университете, но работают в Сибуле, да, в Литовской дочерней компаниях. То есть, например, можно ли так же представить Российской Академии Наук, то есть человек занимается на работу в университете, но работает совместно с другими организациями, где он не наоборот. Вот это договор, который университет включен с компанией НИОС, на совместную работу, да? В этом договоре работает этот специалист. Он официально работает в университете, на кафедре, создаёт лабораторию. Задача будет у него следующая. Помимо коммерциализации разработок для НИОС-то, вместе с ним практическую работу в этом плане и навыки будут получать не только преподаватели, но и студенты, которые дальше этот опыт будут размножать, применять на, ну, может быть, даже те же самые учебные программы, будут вместе, когда актеры будут дальше, для сенсорных студентов, старших курсов и так далее. То есть здесь это два корня, что это будет в растении. В первом случае, это наука, в втором случае, это практическое применение, то, что требует любая программа, учебно-здоровочная программа, которые хотят получать в конце любого проекта, некий применяемый результат, и продаваемый. Очень, как раз, наши программы учебно исправдают, но не умеют учить наших студентов тому, что они должны продать себя, свою разработку, свою идею, даже на том, чтобы написать правильную статью. Вы знаете, кто работает в учебнике с студентами, преподаватели, кто-то в древних обучаях, как правильно свою статью изложить, чтобы она была опубликуема, чтобы она была интересна, чтобы она была читаема с коллегами специалистами. Вот в этом как бы основная идея, основная мысль того, что это специально, кто из опыта. Спасибо большое. Один вопрос. Давайте один вопрос, потому что мы сильно обсуждены. По какому принципу Вы вышли на этого ведущего ученого? Предположение первого. Вы его нашли по индексу нацитирование, и, возможно, не его одного, а несколько или переговоров. Предположение второе. Это были личные коммуникации, личные связи, например, привезенные с международной субботой. И предположение третье. Вы находили под рынок, на который Вы хотите вывести разработки вот этой компании. На самом деле, мы правим в законодательстве. Это был не один человек, который мы приглашали. В свое время приглашение было отправлено совместно с девятью разными организациями, в девять разных адресов, в девяти разного представителя. Вот только, как секунду, это одна из компаний, которая получилась, даже не знаю, этот продукт стоило там из девяти сетей. Как я уже сказала, этот человек был назван, не найден в интернете, это тот человек, тот специалист, к которому у него спривлядывается долгое время, они его знают. И по конференциям, и по практической работе. Это то, что они хотели бы получить себе, что сказать, за работой, но не имели до этого возможности. Сейчас такая возможность появилась в виде вот, не как по практической страны правительства, и этой возможности мы не это воспользуем. Все, что касается этих девяти предложений иностранцев, в том числе, и тех, которые получили предложенный ответ, это те промышленные предприятия, с которыми у нас очень много срочно сотрудничество, и каждое из этих предприятий имеет контакты, контракты о сотрудничестве с конкретными кафедрами и лабораториями. Это не то, что создаётся сейчас, секундам того, что он сказал, и Медведь сказал, и им нравится, что мы это нам это несли реализовывать. Нет. Это просто то, что подтолкнуло к тому, что давайте ещё вот там, вот там, расширен и так далее. То есть это вот такой долгосрочный, долгобременный, многолетний продукт. Спасибо большое. И последний вопрос, если можно, очень-очень-очень краткий меню ответ. Чего не хватало в процессе вам, чтобы вы хотели бы с точки зрения в России, эти механизмы, чтобы было, чтобы процесс облегчился для вас, с вашей стороны? То, что мы хотели бы вынесу ещё как-то. То есть, как раз, с чем мы, о чём я сейчас и говорю. Это чёткая и понятная схема работы законодательной, с иностранцем, принимаемой на работу, университетной, эпидемический институт. То, что сейчас мы сделаем, что называется, на практике, на шишках, шишки зарабатываем и понимаем, как это сделать. Потому что сюда... Причём, что ещё важно, сегодня это можно, завтра это уже нельзя. После завтра это можно, но не так, и так далее. Смечу не каждый месяц. Правильно-то я думаю, что все, где-то известно, они все знают, и все сталкиваются до почти каждый день.